Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Виталий Димбовский мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Только с начала текущего года в столице расчета МЧС на пожары и загорания выезжали более 2000 раз и более 1000 раз на другие чрезвычайные ситуации. На пожарах 9 человек погибло, 42 пострадало, из них двое детей. 46 человек удалось спасти и эвакуировать из опасной зоны. Более подробно о происшествиях ушедшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. В понедельник, 10 августа, в доме номер 13 на улице Илимской поздно вечером произошло ЧП. В девятиэтажке загорелась входная дверь одной из квартир. Пожар был незначительным, его удалось устранить еще до прибытия подразделения МЧС. Огонь в квартиру не проник. Как выяснилось позже, дверь подожгли умышленно. Такой необычный знак внимания хозяину оказала его 50-летняя знакомая. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Во вторник и среду в столице было спокойно, а вот 13 августа в четверг на внешнем кольце МКАД во время движения загорелся автомобиль. Огонь вспыхнул в моторном отсеке Ситроэна С5 2001 года выпуска. Машину удалось вовремя потушить. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Минск чрезвычайный. 15 августа в субботу в доме номер 59 на улице Плеханово случился пожар. Загорелось домашнее имущество в двухкомнатной квартире. В подъезде сработала пожарная сигнализация. Хозяев на момент происшествия дома не было и никто не пострадал. А пламя спасатели быстро потушили. Причина случившегося сейчас устанавливается. Позже, вечером того же дня, в доме номер 14 на улице Матусевича в однокомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже, загорелось имущество на балконе. Для того, чтобы полностью потушить огонь, спасателям пришлось взломать замок. Предполагаемая причина – брошенный с верхнего этажа окурок. Повреждены имущество, балконная дверь и оконная рама. Хозяев, как и на предыдущем выезде, дома не оказалось. Они уехали на отдых. Да уж, неприятный сюрприз ждет их по возвращению. Минск чрезвычайный. 16 августа в воскресенье в первой половине дня в одном из гаражных боксов СТО, расположенной по адресу Веры Харужей 32, пострадал начальник цеха. При ремонте топливной системы автомобиля произошла вспышка паров бензина. 37-летний мужчина пытался выжечь из бензобака остатки топлива с использованием открытого пламени. Результат – ожоги 85% тела. С диагнозом ожоги пламенем головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, со второй по четвертую степень, пострадавший госпитализированы. Причина происшествия – личная неосторожность. К слову, само СТО в воскресенье официально не работает. Кроме того, на прошлой неделе в Минске и окрестностях несколько раз горела сухая растительность. Один из случаев произошел еще в пятницу вечером напротив внутреннего кольца МКАД на 42-м километре. Там загорелась стерня на поле. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Также в воскресенье было зафиксировано еще три подобных случая, самый масштабный из которых произошел в Советском районе. Загорелась сухая трава на территории Минского лесопаркового хозяйства на улице Подольской. Огонь охватил площадь в полтора гектара. Ситуация повторилась на Долгиновском тракте сразу в двух местах – возле домов номер 152 и 157. Общая площадь составила 500 квадратных метров. Минск чрезвычайный. Ну что ж, о происшествиях на сегодня это все. Впереди учебный год, и поэтому в Минске стартовала приуроченная к началу учебного года акция в Центре внимания дети. Продлится акция с 17 августа до 30 сентября. Первый этап акции начался вчера. В крупных торговых центрах, универмагах и большей части магазинов столицы «Спасатели» вместе с активистами Белорусской молодежной организации «Спасатели пожарных» объяснят родителям, как важно не оставлять детей без присмотра. В местах продажи детской одежды, помимо школьной формы, можно увидеть уменьшенную копию профессиональной амуниции спасателей. На ней будет надпись «Для детей, оставленных без присмотра». В отделах канцелярских принадлежностей будут демонстрироваться огнетушители и автономные пожарные извещатели. Второй этап акции пройдет с 1 по 15 сентября в общеобразовательных учреждениях. Работники МЧС проведут профилактические беседы с детьми по предупреждению пожаров и чрезвычайной ситуации, а также детского травматизма. Также они расскажут об алгоритме действий в экстремальных ситуациях, проведут конкурсы и викторины. Третий этап акции в Центре внимания дети пройдет с 16 по 30 сентября в дошкольных учреждениях. В детских садиках спасатели покажут детям театрализованные представления и продемонстрируют обучающие мультфильмы, проведут профилактическую беседу сотрудники МЧС и с родителями, а с педагогическим составом обучающие инструктажи. Акция позволит достучаться до сознания взрослых, оставляющих детей без присмотра, а также доступным способом напомнить детям элементарные правила безопасности. Родители, помните, именно вы в ответе за своих детей, учите их жить безопасно. Ну что ж, а на сегодня это все. До встречи в следующий вторник. С вами был Виталий Димбовский. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин